2 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин в своем телеобращении гражданам России предложил продлить режим нерабочих дней с сохранением заработной платы до 30 апреля. Сегодня глава государства пошел на беспрецедентные меры в связи с тем, что первая неделя всероссийской самоизоляции дала позитивный эффект, позволила выиграть время и сгруппировать широкий комплекс мер по противодействию коронавирусу. Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим, мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Владимир Путин подчеркнул, что нерабочие дни пройдут с сохранением всем заработной платы. При этом он отметил, что этот срок может быть сокращен, если исчезнет необходимость в столь радикальных мерах. В Тверской области борьбу с коронавирусом ведут в режиме повышенной готовности. В настоящее время на территории региона развернуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в областном правительстве, в случае необходимости будут дополнительно задействованы мощности еще ряда медицинских организаций, включая развертывание дополнительных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Накануне нерабочей недели губернатор Игорь Рудень обратился к жителям и гостям областной столицы в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Глава региона отметила, что государством принимаются беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Учреждения здравоохранения, производители средств защиты и медицинского оборудования работают в усиленном режиме. Цитата. Одной из основных мер борьбы с распространением коронавируса является минимизация контактов и соблюдение режима карантина. В этот ответственный период прошу всех соблюдать меры профилактики карантина, избегать общения с людьми, которые пребывают и за границей, а тем, кому предписано, необходимо находиться в режиме самоизоляции. Министерству здравоохранения дано поручение сформировать маршрутизацию беременных женщин, возможных к заражению коронавирусной инфекцией, а также больных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Верхневолжье сформированы 12 бригад специализированной скорой медицинской помощи. Они будут выезжать к тем, кто имел контакт с людьми, находившимися за границей. Могут быть заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии Центра имени Аваева, медико-санитарной части номер 141 в Удомле и лаборатории Тверского государственного медицинского университета. В регионе уже проведено свыше 3700 исследований. Для жителей действует целый ряд ограничений, направленных на сохранение здоровья. Отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия. Студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек организации общественного питания. Продолжают работы только продуктовые магазины, медицинские учреждения, аптеки, службы жизнеобеспечения. Приостановлено оказание платных услуг частными медицинскими организациями, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи.